Добрый вечер! Вы смотрите новости в эфире Анастасия Борисова и в начале выпуска коротко о главных темах. ЦИК озвучил предварительные итоги голосования на выборах президента. Каково мнение независимых наблюдателей о голосовании в Алтайском крае? Это действительно впечатлило. Это то, что мы заметили, потому что у нас есть возможность сравнить. Бетонная плита придавила ребенка в Барнауле. Смотрите включение с места событий. Оценить провинциальные анекдоты приглашают барнаульцев. На репетиции премьерного спектакля театра драмы побывала наша съемочная группа. Не узнаю! Не помню, кто такая. Что? А моя сина! Вспомнила! О, отечественная! Начнем выпуск с оперативной информации. Бетонная плита забора придавила сегодня девочку в краевой столице. ЧП произошло возле школы номер 31. На месте происшествия побывала моя коллега Полина Жданова. Добрый вечер, Анастасия. Добрый вечер, Анастасия. Прямо сейчас мы находимся по адресу улицы Чернинга, 62. Это 31-я школа. Здесь, предположительно, меньше чем три часа назад на несовершеннолетнюю девочку упала большая бетонная плита. По мнению очевидцев, ребенок проходил мимо плиты абсолютно случайно, и сама плита была плохо закреплена. Но по версии МВТ официально пока еще ничего не установлено. Личность девочки также сейчас выясняется сотрудниками полиции. Сам ребенок находится в реанимации. Состояние ее тоже пока что неизвестно. Это вся информация, которую мы владеем. Если поступит какая-то еще, то мы обязательно о ней сообщим в ближайших выпусках новостей. На данный момент у меня все. Анастасия, я передаю вам слово. А я продолжу выпуск. В ближайшие сутки на Алтае похолодает. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Сегодня вечером ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 25 метров. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, гололед и метели. В краевом главке МЧС предупреждают. В этот период возможны обрывы линии электропередачи и аварии на трансформаторных подстанциях. Падение деревьев и рост количества ДТП. Будьте осторожны. ЦИК закончил обработку бюллетеней почти на 100%. Результаты носят предварительный характер. Хотя существенно они уже не изменятся. Лидирует на выборах главы государства Владимир Путин. Он набрал почти 77% голосов избирателей. В Алтайском крае 65%. Его кандидатуру поддержало 770 тысяч жителей Алтайского края. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель края избиркома Ирина Акимова. Всего в голосовании в Алтайском крае приняло участие 1 миллион 200 тысяч человек. Итоговая явка составила 65,5%. Я думаю, что конечно, в целом, здесь кардинальных никаких изменений уже не произойдет. Все данные на сегодняшний день у нас зафиксированы в протоколах участковых избирательных комиссий, загруженных штатными средствами в ресурс госвыборы. Возможно, только их проверка, уточнение, если это потребуется. По словам Ирины Акимовой, самую высокую явку в крае показали избиратели Олейска, Заринска, Затосибирского, а также сельских районов. Кулундинского, Завьяловского, Родинского, Суецкого, Краснощековского. В этих районах явка превысила 70%. Менее активно голосовали жители городов края. В целом, наблюдатели не зафиксировали на выборах каких-либо серьезных нарушений. Эксперты называют прошедшие президентские выборы самыми спокойными за всю новейшую политическую историю страны. Добавлю также, поддержка Владимира Путина в Алтайском крае существенно увеличилась. Для сравнения, в 2000 году за него проголосовало почти 45%, в 2012-м – 57%. Вот как прокомментировал итоги выборов губернатор Александр Карлин. Голосование прошло в строгом соответствии с законодательством, соблюдением всех необходимых процедур, обеспечивающих всеобщие прямые выборы главы государства при тайном голосовании. Выборы проходили в условиях конкуренции, транспарентности, обеспечивался необходимый контроль как со стороны общественных структур, так и международных организаций. За ходом голосования в Алтайском крае следили более 3000 наблюдателей. Они работали на 1831-м избирательном участке. Как отметил председатель общественной палаты края Лев Коршунов, в единый день голосования в палату поступило всего 4 жалобы, которые, кстати, быстро устранили. По словам специалистов, именно благодаря большому количеству наблюдателей прозрачности самих выборов. Добавлю, в декабре прошлого года правительство страны приняло решение о введении корпуса общественных наблюдателей. Это люди, которые добровольно и бесплатно следили за ходом проведения выборов. Алтайская общественная палата заключила договора с 32 краевыми организациями, а также с добровольцами. Каждый наблюдатель прошел обучение, но не все смогли выйти на пост. Некоторые добровольцы не успели оформить необходимые документы. Принять участие в качестве наблюдателя они смогут только на следующих выборах. Тем не менее, они все у нас попали, так я называю, в условный резерв. И если этот эксперимент будет продолжаться дальше, а я считаю, что это не эксперимент, а, в общем-то, это уже, наверное, действие будет на следующих выборах, а следующие выборы, вы знаете, это проводится в сентябре, второе воскресенье сентября, то, скорее всего, эти люди, наверное, могут быть, извините за это слово, использованы или востребованы на вот этих самых выборах. За ходом голосования в нашем регионе наблюдали и представители ОБСЕ. Международные специалисты положительно оценили проведение выборов в регионе, а также отметили высокую явку избирателей. По мнению экспертов из Франции, техническое оснащение избирательных участков было даже выше, чем в странах Европы. Напомню, за три дня, 16 марта, делегация международных наблюдателей посетила несколько участков в районах региона, а также в Барнауле. Политолог Жан-Мишель Вернаше отметил легитимность и прозрачность выборов в нашем регионе. И то, что нас, конечно, больше всего впечатлило, я могу от себя добавить, что мы присоединяемся к словам мадамы Манжоовой, что действительно вот эта вот серьезность и строгость, с которой были проведены выборы и соблюдение абсолютно всех аспектов, это действительно впечатлило, это то, что мы заметили, потому что у нас есть возможность сравнить с выборами в других странах. А сейчас к другим темам. Алтайский край включился в государственную программу по экспорту сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Китай. Об этом сообщил губернатор Александр Карлин на совещании сельхозпроизводителей в правительстве региона. Особо ценным является заявление главы государства о том, что программа развития сельских территорий будет сохранена в тех же временных рамках, как и основная программа господдержки сельского хозяйства. И на эту подпрограмму будет транслироваться большее количество ресурсов, чем мы имели до этого. По словам губернатора, тема поставок продуктов питания за пределы региона особенно актуальна. По данным таможни, за прошлый год экспортировали около 30 тысяч тонн зерновых культур. Основные направления экспорта – Литва, Италия, Монголия и Латвия. В этом году в списке стран окажется и Китай. Всего в планах экспортировать около 82 тысяч наименований продукции. Новую газовую линию запустили в центре села Павловск. Этого подключения сельчане ждали больше 10 лет. Обращались к местным и краевым властям. И теперь в их дома поступает природное топливо. Подробнее о том, как изменилась жизнь сельчан, расскажет Вадим Слюсарев. Два вентиля и никаких баллонов. Владимир Расколов – первый, кто подключился к газу на новом участке в селе Павловск. Вспоминает этого события он ждал 11 лет. Раньше он и его соседи использовали печное отопление. С декабря прошлого года появилась возможность подключиться к голубому топливу. Владимир Васильевич тут же подсоединился к сети. Монтаж оборудования обошелся в 120 тысяч рублей. Но газовый котел уже окупился. На закупку угля я вам скажу. Значит, 5 тонн угля. Значит, это по 2,5 тысячи рублей тона. Вот. И порядка 4 тысячи на дрова. А плюс труд. Надо это все привезти, надо сложить, надо сбросать, надо, значит, занести в дом, потом золу вынести. Очень. А потом сколько грязи. Новый 9-километровый газопровод обошелся краевым властям в 30,5 миллионов рублей. К нему смогут подключиться 276 домов. За зиму этой возможностью воспользовались более 90 человек. Показатель высокий, говорят в администрации. Линия востребована. Даже в зимний период, если учесть, что с конца декабря началась подача газа на этот объект, уже более 90 квартир подключены, все это продолжается, подключение. И нет никаких сомнений, что за летний период практически все домовладения будут подключены к газу. Сейчас на стадии проекта находятся еще два объекта, которые позволят завершить газификацию центральной части Павловска. Разрабатывают проекты реконструкции котельных в селе Пруцкой. Это позволит еще большему количеству абонентов гарантированно встретить следующую зиму в тепле. Вадим Слюсарев, Александр Морозов. Новости. Предпаводковое обследование гидротехнических сооружений проводят в крае. Специалисты оценивают, насколько система готова к пропуску паводковых вод. В составе комиссии специалисты Минприроды региона, Сибирского управления Ростехнадзора, Краевого МЧС и других служб. Им предстоит обследовать 29 гидротехнических сооружений в 18 районах края, а также в Наукограде. В пяти районах специалисты уже побывали. Они обследовали гидроузел Гилевского водохранилища на реке Аллей, гидроузел водохранилища на реках Пещериха Италов Казминогорского района, гидроузел на озере Белом и другие объекты. По мнению специалистов, они в удовлетворительном состоянии. До конца апреля работы проведут также в Алтайском, Бийском, Баевском, Красногорском, Кытмановском, Павловском и других районах. Забота о человеке всегда будет на первом месте. В этом убеждены в правительстве края. Шесть новых автомобилей Нива-Шевроле вручили управлением социальной защиты по Черыжскому, Куринскому, Угловскому, Волчихинскому, Панкрушихинскому и Заринскому районам. Многие из этих районов протяженные и у жителей отдаленных сел зачастую просто нет возможности, чтобы доехать до райцентра. Теперь работники соцзащиты будут оперативнее оказывать помощь нуждающимся. Новые автомобили приобрели по инициативе правительства Алтайского края. Из региональной казны на внедорожники выделили более 4 миллионов рублей. Она нам очень нужна. У нас протяженность района 100 километров. И у меня специалисты вынуждены были ездить в Галуху, в Тегун на электричках. А сейчас, вы понимаете, мы просто по работе в каждую семью сможем спокойно доехать. Учитывая, спасибо вам большое, я счастлива. Эпид-порог по ОРВИ в Алтайском крае превышен. Только за неделю в поликлинике региона обратились около 22 тысяч человек. Однако такие показатели у медиков не вызывают особых опасений. На встрече с журналистами доктора пояснили, что это штатная прогнозируемая ситуация. Что же касается гриппа, каждую неделю к врачам обращаются от 4 до 17 заболевших. По прогнозам специалистов, через 2-3 недели пик активности вируса спадет. Тем временем медики напоминают о профилактике. Речь идет и о взрослых коллективах. Если человек заболел, он должен оставаться дома. Он, во-первых, должен сохранить свое здоровье максимально, быстро восстановиться, выздороветь, восстановиться. Но он не должен стать источником инфекции для своих коллег. К сожалению, взрослые грешат тем, что больными посещают рабочие места. Если пренебрегать лечением, то можно заработать осложнение – пневмонию. Воспаление легких в первые часы болезни зачастую проходит бессимптомно. Однако медики рекомендуют при первых же признаках – общей слабости, сухом кашле, повышении или экстремальном понижении температуры – незамедлительно обращаться к врачу. Но лучше всего своевременно летом сделать прививку пневмокока. От 50 до 80% возбудителем пневмонии является пневмокок, потому что он выделяет специфические вещества, которые имеют тропность к легочной ткани. И иммунизация пневмококовой вакцины, она в данном случае поможет предупредить возникновение пневмонии. Региональный очный этап конкурса «Учитель года» стартовал в Барнауле. В этом году в нем принимают участие 24 педагога края. Это учителя начальных классов, иностранных языков, физики, биологии и других общеобразовательных предметов. Как правило, участниками конкурса становятся учителя с многолетним педагогическим стажем. Но в этом среди участников регионального этапа конкурса есть и молодые талантливые специалисты. Я ожидаю получить еще больше опыта, раскрыть свои способности, показать себя. У меня урок английского языка по теме театр. Буду удивлять детей выбором афиш наших городских театральных. Тематические открытые уроки пройдут 20 марта в 42-й Барнаульской гимназии. Также в этот день педагоги встретятся с министром образования и науки Александром Житких. После этого в течение двух дней участники будут соревноваться за звание лучшего учителя. А 23 марта на торжественной церемонии узнают, кто стал учителем года и кто поедет отстаивать честь края на всероссийский этап конкурса. Также он получит ценные награды, губернаторскую премию в размере 300 тысяч рублей, путевку в санаторий и новый рабочий компьютер. Оценить провинциальные анекдоты барнаульцев приглашает Краевой театр драмы. Над премьерой вот уже месяц работает наш земляк, а теперь петербургский режиссер Антон Свит. Наша съемочная группа побывала на закрытой репетиции. Все подробности у Василия Токмачева. В основе спектакля «Провинциальные анекдоты» сразу две пьесы советского драматурга Александра Вампилова. «История с Митран Пажем» и «20 минут с ангелом». Это комедийные истории о людях, которые необычным и даже странным образом пытаются выйти из сложных жизненных ситуаций. Такой выбор для постановки «Наш земляк», а теперь петербургский режиссер Антон Свит объясняет просто. Понимаете, несмотря на то, что написано все это дело полвека назад, да, а по большому счету поменялась-то, в общем, только материальная сторона жизни. Ну, столы другие, стулья другие, а проблемы, в общем, остались те же. И что мне больше всего нравится в этом всем, что это все-таки комедия, причем комедия такая лихая и, повторюсь, написанная здорово. В спектакле заняты 11 человек. Абсолютно все уверены, спектакль будет философским. Он о дружеской поддержке, взаимопомощи и неравнодушии. И вот пьеса, я думаю, про это доверие, то есть про искренность. Есть там такие слова у Хамутова, человека, который приносит деньги. Он говорит, что бывает в жизни так, что вот самому очень нужны деньги, самому нужна помощь, но тебе никто не помогает. Так помоги сам когда-нибудь, может, и тебе помогут. Поэтому в связи с этим, я думаю, пьеса очень актуальна. Какими получились провинциальные анекдоты, зрители узнают уже в конце этой недели. Премьера трагикомедии 22, 23 и 24 марта на экспериментальной сцене театра драмы. Василий Токмачев, Антон Червяков. Новости. Ведущий программы «Здесь был Саша», а Александр Волокитин прошел во второй тур проекта «Песни». На шоу певец выступил вместе с барнаульским музыкантом Глебом Пикаловым. Музыканты исполнили авторскую песню «Мотивы». Нашим землякам удалось произвести впечатление на жюри и получить три «Да». Дуэт прошел во второй тур конкурса. На этом я с вами прощаюсь.